Девушки отдыхают Когда подрядчики выполняют свои обязательства, а иногда их и перевыполняют, как в случае со строительством детского сада, это всегда радует. И стройка ведется не просто опережающими темпами, а с очень высоким качеством, с высокой степенью ответственности подрядчика за качество сдаваемого объекта. Примерно то же самое мы увидели и на этом доме. Дом сдается вовремя, с высоким качеством отделки. Я думаю, что дети-сорооты будут рады новым жильям. Для них наверняка это будет первое в жизни жилье. Я помню свои впечатления, когда я получил первую квартиру, я думаю, что они будут искренне. Для того, чтобы решить полностью все проблемы в городе с обеспечением местами в дошкольных учреждениях, нам предстоит еще построить один детский сад в 115 микрорайоне и отремонтировать 6 детских садов в индустриальной части города. И мы в этом году планируем еще один детский сад ввести в эксплуатацию в Заяковском микрорайоне. Благодаря помощи области, в том числе и финансовой помощи, софинансированию и выделению средств из федерального бюджета удалось решить эту проблему. Было бы очень здорово, если бы появилась аналогичная программа по строительству объектов социальной инфраструктуры. Потому что у города очень ограничены ресурсы, а особенно в Зашекснинском микрорайоне остро сказывается недостаток объектов социальной инфраструктуры. Ну, в частности, школ, объектов для организации детского досуга. Но, тем не менее, мы развиваемся в этом направлении, объекты строятся и строятся достаточно быстро. В прошлом году, когда принимали проект детского сада, проводили конкурсы, многие нам говорили, что проектные сроки 2,5 года навряд ли удастся реализовать в более короткий период. Но мы видим, что Петр Михайлович в рамках программы двигается и планирует сдать этот объект уже в эксплуатацию к концу 2014 года. Я бы обратил внимание еще на один момент. Мы побывали на трех объектах в одном микрорайоне. То, что при всех ограничениях ведется комплексная застройка. И объекты социальной инфраструктуры, и жилье, и гипермаркеты. Причем в гипермаркетах мы видим, что реализуется функционал. И фитнес, и кинозал, и сервис, и объекты для малого и среднего бизнеса. Хотелось бы, конечно, полностью перейти на принцип комплексной застройки и новые микрорайоны. 107, 108, 109, 110. Мы планируем именно так. Но, к сожалению, мы провели целый ряд торгов. Мы пока не можем найти инвесторов, которые бы готовы были финансировать именно по такой схеме строительства объектов. Но это не означает, что мы от этой идеи отказываемся. Мы проявляем большую гибкость, ищем варианты, пытаясь создать условия для привлечения инвестиций, капитала в город и задействовать наши строительные мощности. Читайские строители умеют строить качественно, красиво.